Всем привет! На дожде гаджиотаж. Ваш проводник в загадочный и манящий мир высоких технологий. Ну, или полупроводник. Я Владимир Боровой. В Берлине продолжает бушевать выставка потребительской электроники ИФА. Посреди пиршества смартфонов и планшетников особняком держатся телевизоры. Они уже не локомотивы отрасли. Их продажи за последний год ощутимо снизились. Но зато видно светлое будущее сегмента. Это телевизоры с выходом в интернет. Их только в этом году может быть продано около 5 миллионов штук. А в скором времени, как считают сами производители, рынок будет поставлять исключительно такой товар. Другие виды ТВ-приемников просто отомрут. Пока же этого не произошло, интерес публики подогревается по старинке. То есть новыми технологическими ухищрениями. Скажем, компания Тошиба показала на ИФА, цитирую, «Первый в мире большеразмерный 3D-телевизор, не требующий специальных очков для просмотра стереоскопического изображения». В этой цитате важны слова практически все. Аппарат действительно не требует очков для просмотра трехмерного видео. Этому способствует массив ступенчатых линз, которые гарантируют объемное изображение для 9 человек, сидящих перед ним в ряд. Затем телек действительно большеразмерный, диагональ 55 дюймов. Год назад японская компания демонстрировала похожие разработки, но у них размеры экрана были поскромнее – 12 и 20 дюймов. Ну а теперь точно можно будет поглядеть, например, «Аватар» в разрешении 3840 на 2160 пикселей без очков. И в компании хоть со всей семьей. Остается добавить, что этот телевизор умеет воспроизводить интернет-ТВ благодаря опции Smart TV. Продажи на европейском рынке появятся в декабре и стоить будет какие-то 8 тысяч евро. Спрашивайте в магазинах модель 55ZL2. Все запомнили название? На фоне безочкового 3D от Toshiba успехи других производителей выглядят не столь впечатляющие. Ну да, договорились об общем формате активных 3D-очков. Кому это теперь интересно? Фактически круче японцев выступили только китайцы. Компания «Хайер» привезла на ИФА прототип телевизора, который умеет понимать мысленные команды. Надо понимать, что «Хайер» – это не просто еще одна китайская контора, а фирма, которая занимает 27 место в списке 50 ведущих инновационных компаний мира, которые в 2010 году составил журнал «Бизнес Уик». Поэтому к ее попыткам создать телевизор, которому не требуется привычный пульт дистанционного управления, следует относиться вполне серьезно. Как сообщается, в представленном прототипе реализована технология NeuroSkyThink Gear – одна из нескольких серьезных разработок нейрокомпьютерного интерфейса. Отличается она более дешевыми, нежели у конкурентов комплектующими. Управляющая гарнитура представляет собой эдакую помесь наушника и электроэнцефалографа. Она регистрирует электрическую деятельность мозга, преобразует в цифровые сигналы и передает в данном случае телевизору. В ходе демонстрации работы прибора пользователь усилием мысли сумел взорвать виртуальную бочку на экране. Конечно, до переключения каналов или изменения уровня громкости еще довольно далеко. Но вспомните тачскрины какие-то 10 лет назад. Дорого, не точно, неудобно. А сейчас гаджет с тачскрином есть, кажется, у каждого второго. Так что давайте будем уповать на то, что технический прогресс в области потребительской электроники продолжает нестись в скач, а значит, до телевизора, которым можно повелевать просто подумав, лет 7 не больше. На ИФА случаются не только премьеры, но и скандалы. Южнокорейская компания Samsung была вынуждена убрать с выставки одну из своих последних разработок – планшетный компьютер Galaxy Tab 7.7, а также завесила все постеры с его изображением и уничтожила какие-либо упоминания о нем на своих стендах. Как раз на днях вступила в силу решения суда в Дюссельдорфе. В патентном разбирательстве между Apple и Samsung он принял сторону американской компании и запретил продажу и рекламу двух последних корейских разработок – планшетников Galaxy Tab 7.7 и 10.1, по крайней мере, на территории Германии. Samsung к такому повороту был явно готов и даже подготовил специальные лейблы для демонстрационных образцов модели 7.7, на которых было написано «не для продажи на территории Германии», но это его не спасло от запрета и теперь у посетителей ИФА нет возможности убедиться, что новые разработки корейской компании действительно похожи на второй iPad. В защиту Samsung можно отметить, что, по крайней мере, особо яркий и бликоустойчивый экран Super AMOLED, который использован в Galaxy Tab 7.7 – это собственная разработка компании. И если она что у Apple позаимствовала, так точно не его. Напомню, что решения Дюссельдорфского суда не оказывают никакого влияния на график российских продаж премьерных планшетников из Южной Кореи. Продолжая разговор об Apple, поклонникам смартфонов этой компании следует принять во внимание вот какую новость. Немецкое отделение сотового оператора T-Mobile начало прием заказов на пятый iPhone, предварительных, конечно, никакой даты поступления в продажу, никаких характеристик в талонах, которые можно получить у оператора, нет. Есть только гарантия, что сразу после поступления гаджета в продажу его можно будет приобрести с контрактом немецкого T-Mobile, разумеется. При этом претенденту на него необходимо соблюсти ряд условий. В частности, у него не должно быть четвертого iPhone, видимо, чтобы сильнее хотел получить пятый. Согласно последним догадкам, которые высказывают американские и европейские техноблогеры, запуск пятого iPhone случится в октябре. Напоследок о категории программных продуктов, у которой, как считается, больше всего поклонников в мире. О видеоиграх. Рекомендую обратить внимание на новинку под названием «Драйвер Сан-Франциско». Это уже пятая часть гоночного экшена от компании «Юбисофт». Обещано 335 километров дорог в упомянутом калифорнийском городе и его окрестностях. Интересно, создатели подошли к обоснованию сюжета. Оказывается, главный герой игры, детектив Джон Таннер, лежит в коме, и происходящее ему только снится. Так что можно совершенно наплевательски относиться к правилам дорожного движения и собственной безопасности во время гонок. Все равно это сплошное галлюцинирование. Игра уже вышла на главных игровых приставках. Wii 3 PlayStation и Xbox 360 релиз для персоналок обещают осуществить до конца месяца. На сегодня на этом все. Следующая порция гаджиотажа менее чем через сутки. Оставайтесь на дожде. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова